Малышка кушает личинок мучного хрущика Фобоса Вот в этой маленькой клеточке, ну для нее она хорошего размера Какой маленький? Полтора метра в длину? Метр сорок в длину, да, сорок сантиметров в глубину Малышка крошечная, нет, для нее она хорошая, но для нашего хозяйства это маленькая клеточка Это одна из наших самых маленьких клеточек У нас в целом очень просторные клетки все его меры Вот, и малышка здесь сидит, когда мы на работе Мы ее тоже уже приносим с собой Я не знаю, видно или нет, но она живет личинок мучного хрущика Да, не понравилось тебе? Она уже очень много самостоятельно ест Это мы ей из недавно распакованных гамаков Выделили вот этот носочек Нам прекрасная девушка, которая занимается пошивом гамаков для грязунов на заказ Прислала в подарок целую кучу самой разной конфигурации гамачков И вот один из них мы дали нашей малышке Он ей очень любопытен, но она еще не догадалась в нем спать Она спит еще на своей маме овце Ну, тем более спит она все-таки В основном ночью, днем она развлекается Она вовсе стала ужасно любопытной У нее появился интерес к игрушкам Мы ей стали вешать разные штуки Для развития ее интеллекта, в частности Чтобы ей было с чем позаниматься Что-то новое погрызть, потрепать Потому что окружающий мир резко обрел очертания И объем И объем, да И ей стало все очень любопытно Мне очень нравится Что несмотря на то, что она может испугаться куда-то убежать Она прибегает на руки Очень хорошо знает руки Да? Да, да Очень хорошо знает людей Почему-то больше всего ей нравятся мои усы и очки Все как обычно Конечно, конечно Но ты должен понимать Они же невероятно притягательны Очень, очень Осторожно Иди сюда Вот так Иди ко мне Очень много вопросов по поводу ее братьев-сестер Ее светлая сестричка уже уехала в самостоятельную жизнь в Москву Ну, относительно самостоятельную, конечно Потому что просто ту малышку взяла уже девушка с опытом, с игрунками И докармливает ее кучную сама И приучает к самостоятельному питанию сама Поэтому она еще точно такая же не самостоятельная Просто ее хозяйка этим занимается Просто хозяйка хочет, чтобы это было братство Да, да Третья обезьянка все еще с нами Она живет, он живет с родителями И его также ждут уже в новом доме Что касается того, что почему бы нам эту обезьяну не закинуть в вольер к родителям Почему-то у всех такая мысль превалирует И все это нам советуют, что на канале, что мне в инстаграме Вы просто поймите, что они расстались, когда эти малыши были еще новорожденные Ни малыши не знают, что это за животные, их родители и братья Ни родители и братья не знают, что это их дети Поэтому закинуть их в стаю, ну, наверное, было бы можно В том плане, что игрунки миролюбивые Может быть, они бы не порвали и не убили чужого ребенка Но зачем подвергать ее такому стрессу Кидать в незнакомую стаю и риску Стая мы, папа, мама, мы Она даже видит своих, вот они сейчас сидят, смотрите как Она их видит и даже залезала к ним на решетку Они выходят из вольера и они тоже бегают по решетке малышки Никаких добрых родственных чувств, никакого положительного любопытства пока что нет Это маленький ребенок, который нуждается в уходе И нам сложно будет выковыривать ее из чужой стаи А для нее там находиться будет стресс Конечно, для нее был стресс, когда уехала сестра Мне в инстаграме написали, что лучше бы их забрали вдвоем Бесспорно, лучше, но это малореально Поэтому одна малышка уехала О, Хася, Хася Вторая малышка осталась с нами И она, конечно, очень переживала Конечно, она очень переживала, что она осталась одна Но уже через несколько дней грусть ее покинула И да, действительно, она переключилась на общение с нами Потому что стая это мы Стая это те, кто ее вырастет Те, кто знакомы ей с детства Поэтому даже вот, когда она днем приезжает на работу Чтобы нам было проще за ней ухаживать и кормить Но все равно она остается нашей обезьяной Но у нее нет такого интереса к своим сородичам Спасибо большое Эта обезьянка сейчас не очень здорова Поэтому мы отсадили ее отдельно Чтобы тоже проще было за ней ухаживать Чтобы проще было давать лекарства Да, да, надо посидеть, надо поправиться Много на канале стало Увы, мы говорили, что это всегда случается Просто мы не всегда снимаем об этом отдельно ролике Вот такой вот маленький гоблин Прыгающий непрерывно Такой бесенок Ну, я думаю, давай-ка мы сейчас перейдем домой И покажем Мы уже показывали немножко, что происходит дома Ну и тоже поснимаем, что происходит вообще у нас С собаками и обезьянами вместе Да, хорошо, да Это тусня Так, ну, на раз-два А может быть еще навестим С тайного брака Ну, давайте Просто, чтобы у людей Исчез этот вопрос А где жена, покажите его Я думаю, всем любопытно его навестить Да, уже это Мы говорили, сейчас мы идем к нему Да, а потом переключаемся на раз-два А потом везем домой Привет Сейчас они все повыскачат Как повыпрыгнуть Где мелочь у нас? Вот он Он там сам скачет, да? Потому что он еще периодически Он очень пушистый И очень светлый В отличие от сестренки Которую мы выкармливали Почему-то она вообще самая темная Сестра, которая уже уехала Она тоже светлая И братик вот светлый Ребенок крупнее значительно Чем наши выкармыши Потому что ему досталось молоко за двоих И мама кормила его так, как кормила бы двоих Раза, наверное Ну, процентов на 20 он уже крупнее Потому что мы, конечно, не могли По первому писку Подставлять место, откуда течет молоко Как это делала мама Где они уже? Ах, они уже и там, и там за спиной Я-то через видоискатель смотрю О, это стадо Мы можем посмотреть интерес, например Вон наша мелочь Где-то там чуфыркает И насколько к ней проявляют интерес Ну, в общем, да Она распереживалась От бегающих больших обезьян? Села на свою маму? Нет, это... Да, ну вот так вот Вот понюхались, посмотрели Ух ты, надо же, обезьяна Обезьяны доброжелательные существа Поэтому я говорю Не факт, что они ее порут Но не факт, что В таком размере Стоит их сейчас знакомить Если что, она за себя не постоит Ну да, мы посмотрели Лучше попозже Поглядели Где мама? Мама, вон сидит Мама даже не переживает Ну-ка, пойдешь на звук? Иди посмотри Они такие красивые Мне так нравятся их полосатые шубы Прямо сурикаты мира обезьян Ну вот, как-то так Вот они посмотрели, что там происходит Разошлись Все Никакого желания рваться во что бы то ни стало Так, опять на проводах качаемся На проводах не качаемся, ребят Домой, 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 домой Домой, домой, домой Что ты на меня такая злая? Папа, мама вот с самыми суровыми лицами Они знают, что такое домой, домой И вот недовольны Типа, мы же гуляли Домой, домой, домой Домой, домой Мамочка, давай, давай Домой Папа Домой Я сочек возьму Сейчас сочек возьму Потому что, на самом деле, они если гуляют, они гуляют дольше И они сейчас не понимают, почему Вдруг так быстренько, так коротко Видите, обезьяны все понимают Приученные Говорят домой, идут домой Ну, Мася понимает еще лучше Мася даже без рук Он просто понимает команду Мася, хорош, иди домой Да, Мася, конечно, идеально И ты, Марин Все, пошлите домой Хочешь молока? Ну, вот На раз-два-три Мы дома Слезайте с меня Дома она гораздо быстрее бегает Потому что ей здесь Все знакомо Все привычно И гораздо громче кричит Потому что, видимо, хищники тут не съедят Ой, молока дали Наконец-то Молока дали Такой обезьяне хороший И все-таки это прекрасно Нет-нет-нет, малышка Кушай молоко Ну, что такое Да все Бегать Бегать Опять бегать Надо прыгать Прыгать Она бегает На сверхсветовой Сверхзвуковой скорости дома Только что-то мелькает Да, такое ощущение, что Кто-то ускорил Проигрывание видео Но нет Вот такая у нас мартышка Отлично Еще поедим, да? Молодец Покажи, как ты придешь Да мне тут не уследить даже Ну С собаками поиграем Чуть-чуть Позаигрывала с оливой Пепа? Пепа А ты почему не участвуешь в съемке? Пепа, иди скорее сюда Ох, Пепа Где твоя подруга? А, она говорит Да, сейчас маленькая подруга на меня Запрыгнет А я вся такая лысая Мне нельзя Пепа Нет, не надо Не надо, не надо Я тебя прошу Пепочка, иди к Марине Не скачи по мне Иди Где Марина? Пепа, где Марина? Пепа? Нет У Марины, говорит Страшная обезьяна Не пойдем Да Вот Обезьяна Пепу спугнула Еще В первые дни знакомства Как только увидела Пепу Обезьяны Цепились в нее сразу же И повисли у нее на хохолке На голове Пепа так это впечатлила Ей очень нравились обезьяны Она хотела их облизывать Они же малыши Они пищат А Пепа Она еще Она та еще мать Она всех хочет понянчить Поэтому Поэтому она порывалась их облизать А они взяли и вцепились Ей в хохолок И повисли Да, своими маленькими колючими когтями С тех пор она держится чуть-чуть поодаль Раньше Все равно пускала на них слюни Все равно хотела о них позаботиться Но когда они стали вот так вот бегать и прыгать Все Пепу как метром с двор Хватит, говорит Олива их так не боится Она не лысая Оливье интересно Олива как-то более дружественно настроена Да, либо еще Пепа теряет интерес к вырастающим малышам А Олива наоборот Очень интересуется Теми детьми, с которыми можно уже поиграть Да, потому что наша бабуля Несмотря на то, что она уже совсем бабуля Она все равно довольно игривая Да, вот это наши обезьяни гораздо понятнее Чем другие обезьяны Вот это ее родные воспитатели И вот это хорошо, да, малышка? Собака, это классно На собаке надо кататься Ну вот когда она не хватается за лицо Олива еще терпит Олива, 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 Олива Ну все, перестаньте Ну вы что, ребята? Порядок Девочки, что творим? Ну все-таки у Оливы не голое тело, как у Пепы И поэтому такой истерики, как у Пепы Обезьяна, прилипшая у Оливы, не вызывает Потому что у Пепы, я думаю, неприятные за когтей Да я здесь, здесь, здесь Здесь Олива все, ко мне прикладываться сразу Ну все, под бок Вот я сел, и я даже поснимать не могу Она ко мне прилипает Все, Олива, ну не прилипай же-то Дай мы чуть-чуть покажем Как ты любишь обезьяну А она не очень любит Она такая, блин Нет, ну она ее облизывает вечно Она пытается ее Прилипла Ну поноси, поноси, обезьяна Ну жалко тебе что ли Ну она хочет ко мне прилипнуть, как обычно Хотя бы попой, но прилипнуть Все нормально Все, вот теперь более-менее спокойно Ну Олива все-таки у нас не мать Молодец, хорошая, хорошая Олива не мать, ей не нравится Особенно, когда на ней кто-то висит Все, снимаю, снимаю Все, все, молодец Все, бежала Где ваши обезьяны-то? Покажите Ну что ты знает? Ну слушай, я невозможно же всегда контролировать Она где-то в джунглях Она находит джунгли везде Я даже... Здесь везде лианы какие-то такие По стенам висят И она везде залезает Там какие-то дебри чаще Она играет в Тарзана Да И для нее действительно Вся квартира это бесконечный лес Провода это лианы А вот тут в столе какая-то чаще Или пещера Все Только какой-то кончик хвоста Пошпеваю заметить Только какие-то мелькнувшие кончики Да От обезьяны Так что это не столь Интересное видео получается Потому что обезьяна не так сильно к нам Прилипает Ей вот Ей вот пошалить бы А вот такое вот Ей бы пошалить Ага Шприца видела Давай еще Говорит Вот она побегала Еще Глоточек Готовы сделать Еще глоточек Слушай, она уже из миски Восстановила возможность Есть из миски Когда уехала сестра Она так расстроилась Что утратила возможность Пить из миски Перестала есть фрукты Умение Да, умение пропало Но сейчас она восстановилась Поэтому ничего страшного В том, что Я вылила Из шприца В Стаканчик В рюмочку Молочко Она выпьет Оттуда Без проблем Вот И фрукты она ест Я думаю Вы это уже видели И живых Сверчков И личинок Убивает Ест Прям Настоящий зверь Но все равно Еще ездит с нами Потому что Молочко все равно Надо И иногда И надо уговаривать Потому что И молочка не может Долго стоять Оно киснет А пить надо Часто Чуня там Все равно Еще малыш Чудит Возмущена Почему Почему это Потому что не выпустили Ее еще Да Но мы только что Пришли Мы же с вами Не просто Только что пришли Мы с вами Переместились На раз два три Да И поэтому И оказались здесь А чуня Еще Вот как-то У нас Не обихожена Сейчас Вот так Так что Всем спасибо Наверное Жизнь наша Вот такова Сейчас Интересная Прекрасная Яркая Насыщенная Жизнь обезьяны Вот такова Если у вас Опять возникли Вопросы По поводу Содержания Таких обезьян Дома Мы напомним Что крупных Обезьян Дома Заводить Очень нежелательно И средних Это опасно Крупных и средних Любая обезьяна Крупнее Саймири Уже может считаться Довольно крупной И опасной Для содержания Дома Капуцин Дома Это все равно Что Кавказец Поэтому Ролик Про то Про обезьян Крупных Мы публиковали Ссылку на него Я оставлю В подсказках Ролик О том Как содержать Игрунок Потому что Только их И тамаринов И саймири И стоит содержать В качестве питомцев Мы также Оставим В подсказках Потому что Подробно Про то Как за ними Ухаживать Мы тоже Рассказывали Это Не то Чтобы Прямо Очень просто Есть очень Много Особенностей Потому что Эти животные Соседствуют С нами Совсем недавно Они Одомашнились Тоже Совсем Недавно И С потребностью У них Весьма Специфические Не как У кошек Не как У собак Не как У людей А свои Собственные Вот Можно я Повторю Слова Ники Если Вы смотрите Канал Ёль Многие Из вас Смотрят Мне Хочется Повторить То Что Говорит Ника Не Рассказывайте Нам Что Нужно Выпустить Обезьянок Которые Живут С нами Совсем Недавно В лес Потому что Недавно Это 20-30 Поколений И 20-30 Поколений Они Уже Не знают Что Такое Лес Они Просто По сравнению С собаками Живут Они По сравнению С собаками Одомашнились Недавно Но По сравнению С собаками Даже Коровы Одомашнились Вообще Недавно И кошки Одомашнились Недавно И не являются Полноценными Компаньонами Такими Являются Только Собаки Если Рассуждать По этой Логике Надо Выпустить Всех И коров И морских Свинок Нас В первую очередь А нас Да Мы все Тоже Очень хотим В лес Я чувствую Зов предков Корманьонцев Хочу В пещеру Каких Корманьонцев Мы Извини меня Мы лопухом Подтирались 10 поколений Назад А эти Обезьянки 30 В неволе Черт Тоже Хочу Лопуха Какие Корманьонцы О чем Ты говоришь Да Я понимаю Почему Люди Ладно Это Это Ерунда Не о том Говорим Про Животных Обезьяна Где Природную Мы тоже Снимали ролик Я на всякий случай Тоже оставлю Ссылку в подсказках Если мы уже Снова затронули Эту тему А так Оставайтесь с нами Будем рад Видеть вас На нашем основном канале И на нашем Лайв канале И на Амфибийном канале У нас есть специальный канал Исключительно Про лягушек Представляете Все Спасибо всем В лес обезьянку Не выпустим Не выпустим Пока Не выкинем